Я не верю своим глазам, я просто не верю своим глазам. Я, конечно, не подписан на Еврогеймер, но вот, по-моему, Георгий Мироненко, чувак, даже если я неправильно сказал Мироненко, вообще плевать. Короче, Георгий, чувак, ты просто Господь. Ты, ты Бог, ты, ты Боженька, ты Батюшка, ты свет этого земли в этой тьме, блядь, просто непроглядной. Ты, ты, блядь, не знаю, ты, ты, короче, все на этом мире, блядь, вот, чувак, вот, реально уважуха тебе, вот, реально, если, если, блядь, я, 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 конечно, не если, если я буду стримить, чувак, ты получишь сразу моду. Вообще безоговорочно, просто этот чувак, господа, он скинул нам ссылку на, ну, как он написал, конечно, защита, но ему простите ли, он же Боженька, да, ему не надо думать, он, он, блядь, IQ за 400, поэтому... Он скинул нам защиту крепости, защиту крепости, мы ее защищаем, вы просто, просто вкуривайте, просто защита чертовой крепости, это звучит так охуенно, что у меня просто нет слов. Что ж, давайте посмотрим на нее, Еврогеймер, да. Блядь, он что-то базарит, я не слышу. Типа он говорит, что наша цель в новом сиквеле, это захватывать точки Мордора, то есть крепости, и удерживать их за своим контролем. Что за, это типа стим-контроллер? What the fuck? Че это за кружочек? Ладно. Типа, что происходит, когда вы захватываете крепость? Ну, Саурон пытается отхватить... Да, да, я просто в предвкушении, я уже теку. Че? А, ну, блядь, ладно, я просто не видел этого раньше. Периметр прорван, то есть ворота, вы прикиньте, просто блядь. Вот нападающиеся вожди, видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, их шесть. С этих четырех точек наших. Просто вкурите, блядь. Это же, это, даже можно выбирать, что вождь принесет своим за броню. Боже, я просто теку, я теку. Сколько? Триста тридцать восемь, у вас не сильно, как-то много, вы как-то превышаете наших гораздо жестче. Карагоры, охотники, отравленный грауг, дракон и карагоры. Че-то как-то у них не слишком разнообразная армия. Ладно, но у нас есть только железные ворота и все. Мы бомжи, короче. Типа, наша работа защитить эту крепость. Типа, эта крепость не принадлежит тебе, теперь я переименую ее, типа, в другое имя. Теперь это другая сторона, к-к-к-к-монеты, когда вы не атакуете, а захватываете свою крепость. Сделать свою армию, защищая свои точки-поинт и пытаясь убивать вверх, вверху, 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 вверху. Пиздец, они так эпично заходят в форт. Пиздец, они так эпично заходят в форт. Это довольно френетичный ассалт. Вдруг, когда Дурклорды с силами вверху, они не будут... А что, если захватить их? То есть, они, типа, станут нашими или их нельзя захватить, если они, типа, пришли раш? То есть, тебе нужно защититься от первой волны, пока начнется... Ну, а потом уже начнется вторая. Если ты защитил крепость, то поздравляю, и, типа, ты сможешь управлять дальше, типа, управлять и набирать армию, и вся хуйня. Ни хуя себе! Бруталити, вообще! Думаю, что... Я буду сплотрить твою кровь во всем городе! Я буду вверху, вверху! Я буду делать этот город, чтобы выкручить с этой вещами! Для одного, форт.рес и регион, они both потеряли. Те орк, который тебя убил, в этом случае Зука, вверху, становится оверлордом форт. Ага, то есть Зука становится... Тот, кто убил тебя, становится оверлордом, но фишка в том, вы видели, как он выжёстко в бруталити, вообще просто жесть? Он захватил его, зубка. Объяснилось, что этот фортресс обратно под контролем Дарклорда не сделает, поэтому вы должны обратиться к ней, и убрать голову Зука, чтобы прогрессировать. Но, по крайней мере, оверлорд этого фортресса, который вы просто любите... Спасение... Сковзрегл... Сковзрегл... В гость... Ван, ну что? Спасите своего... Типа, последователя, прежде чем его убьют. Сковзрегл... Жесть. Гляньте, какой у него пронятер красивый стал. Кто ты думаешь, Марф? Обратите мою голос, Тристо! Я возьму твою голову! Кто ты думаешь такой, держа моих, блядь, братюнь? Я, блядь, убью тебя и получу твою голову. Четыреста тридцать один... Ёптовы мать, вот это уровни... Я, блядь, видел... Теперь... у меня вся жизнь перед глазами пробежала. Все мои видео про крепость. Я, блядь, видел... Я, блядь, видел... Блин, это жесть, какая же система Немезис может создать просто... Она же может создать заклятого врага, вот этого вождя, и он будет постоянно приходить и захватывать твою крепость. Если ты закончишь последнюю миссию в Shadow of War, ты можешь как и в первой части бегать по открытому миру, захватывать крепости, но Саурон будет их типа пытаться отбить назад. Но в том числе, для конкретных вещей, чтобы делать, все было немного длинно на земле. В Shadow of War, открытый мир еще есть, но, в том числе, в челлендж-моде, мне кажется, добавить несколько часов геймплея для тех, кто хочет прогрессировать по всей истории. Это тоже довольно уважающе, чтобы увидеть, что это значит, чтобы защищать против Саурон, вместо того, чтобы лидить его. Класс! А как вы глядите? А, ну да. А если они захватят все точки? Будет какой-то батл, типа, вместе с оверлордом? Против всех вождей? Интересно, интересно. Бля, стукает нах... Георгий, просто боженький. То есть, если захвачена за тебя хоть одна точка, то они больше не пройдут. То есть, ты, грубо говоря, можешь тупо втыкать просто на одной точке. Вообще, в более advanced stages... ...this footage is taken from stage 6, by the way. ...I think it's gonna be quite tricky to hold on to some of these fortresses, ...so you can probably expect to mount at least one rescue mission during your time with it. It's worth hinting, however, that while the Shadow of War... Сейчас, по-любому, у тебя будет хоть одна миссия спасения, потому что... ...не всех фолловеров твоих убивают. The wars constitute a good chunk of Shallow of War's Endgame. They're not endless. Instead, they're separated into a series of stages with the strength of your enemies ...and the number of regions under attack increasing with each stage. Once you complete the Shadow of War... ...Регионы... даже... Они говорят, что регионы... ...каждый... ну... ...что... ...частота атаки регионов и то есть ам... ...количество атакованных регионов мгновенно может быть больше. То есть, получается... Одновременно могут напасть сразу на два других региона, и ты просто такой, бля-бля-бля, что делать? Надеюсь, там мои руки справятся. Нет, нет, не справятся, блядь. Ну, типа того. Тут говорится о том, что сиквел будет происходить перед, после Хоббита, но перед этим, перед Фродо. Ну, это мы уже знаем, я думаю. Ну, я надеюсь. Вы же... А может, вы и не знаете? Ну, ладно. Теперь знают. Но они говорят, что игра не бесконечная, то есть, типа... То есть, если ты пройдешь игру, получается, то ты не сможешь делать какие-то вещи в Nemesis, он сказал. По-моему, я не думаю, что ты не сможешь, конечно, захватывать Форты, хотя, может быть... Не знаю. Ну, надо все смотреть, чтобы точно было, надо просто все смотреть. Бля, ребята, это топчик, просто реально топчик. Я не подписан на Еврогеймер, но сейчас я подпишусь на него, потому что... Даже они иногда, видимо, выпускают хорошее видео. Спасибо, короче, Георгий, реально топовый чувак. Сейчас пройдусь еще раз по Ютубу, если что найду, сразу залью, ребят, вообще. Вот сейчас я просто возмужал духом, так сказать, воодушевился, да? Спасибо тебе еще раз, Георгий, чувак, ты просто бог. Просто, не знаю, надеюсь... Блядь, а вам по-любому понравилось. Вы давно этого ждали, мы все давно этого ждали. И один чувак зарешал, короче, все. В общем, ребят, не знаю, поблагодарите Георгия, что ли, в комментариях. Надеюсь, вам понравилось. А вам по-любому понравилось, я знаю. Все, сейчас пробегусь по Ютубу, если ничего больше не найду, то будем ожидать, что Боженька опять осветит нас своим великим геймплеем, который просто окунет нас в мир Ахтуна. В общем, все. Спасибо за внимание. Спасибо тебе еще раз, Георгий, ебт. Спасибо.